Холодными зимними вечерами, после того как вы слили пару рангов, а ваш геймпад чуть не отправился в сугроб, хочется отдохнуть и расслабиться за просмотром любимых фильмов или сериалов. Но тратить свое время на поиск фильмов в сети и на назойливую рекламу совсем не в кайф, и я-то уж это знаю. Но я нашел решение. Кинопоиск предоставляет бесплатный доступ к тысяче фильмов, сериалов и даже аниме на 60 дней. Помимо этого, вы получаете доступ к плюшкам в других сервисах Яндекса. К примеру, вы сможете слушать любимую музыку в лучшем качестве, а также скачивать ее на случай, если вы останетесь без интернета или поедете на дачу. Конфетка! Чтобы забрать бесплатный доступ плюс мульти на 60 дней, просто перейдите по первой ссылке в описании, а далее наслаждайтесь качественным контентом. Всем приятного просмотра! Поехали! Поехали осмотреть! Да, уважаемые дамы и господа, у нас игра номер 4 нашего турнира, Морис Кап, у нас здесь, сейчас, в 1-4 финале, Бест оф 3, Противостояние, Танго, Аликандр. Ух, вот это вот заголовок вообще для всех новостных RL каких-то пабликов сообществ, и вот здесь уже Алик забивает свой первый гол. Интересный факт, я никогда не видел Алика на Доминусе. Серьезно, ни разу. Почему? Мне вот интересно, Алик, потом мне в чатике расскажешь, почему Доминус? Вряд ли, правда, он меня слышит, но... Чат, как вы думаете, с чего бы это? Вообще, Алик, по-моему, может на всем чем угодно играть, ему пофиг. Я как-то смотрел его стрим, он в ММРе мог менять машину, ну, каждая игра там новая машина, и уже 5 разных машин, причем ему плевать, какой хитбокс. Но, да, кстати, и на RLCS-то вот недавно они участвовали, кстати, нужно сказать про Танго и Алика. Это сейчас наша надежда СНГ, оба участвуют на RLCS, Танго, правда, пропустил последний квал, Алик проучаствовал, очень хорошо выступил, по-моему, топ-48, что ли, но это очень достойный результат, учитывая, что у него был просто там стак набран. Ну, а Танго в следующий раз наберет получше стак, по-любому тоже его ждем, где-то топ-48, как минимум. Так вот, Алик участвовал в RLCS-квалах буквально вчера-позавчера, и там он тоже менял машину, то есть для него это вообще нормально. Да, это на самом деле удивительно, что для такого механического игрока, как Алик, смены машины нет проблем, а еще знаете, что для него нет проблем? Вот такие вот флики, особенно на Доминусе, они летят, ну, просто шикарно. Танго не ожидал, видимо, такой быстрый флик, да, он просто не успел на ворота, видимо, у него было 0 быста, так и есть. Тут Алик просто его запрессинговал и в итоге забил. 2-0, третий кик-офф, Алик снова его выигрывает минуту спустя, это не залетает штанга, и Танго может выдохнуть немножечко. Сейчас, уху-ху, как Алик легко его оттеснил, но Танго успевает. Так, развороты от Алика, он просто в кошки-мышки с ним играет, но Танго забирает буст, и в итоге Алику нужно срочно ретироваться, но он ничего не боится, он делает интересное рекавери. Так, 12 буста, это все, что у него есть, и в итоге он смог задефать, потому что Танго фликнул в перекладину, если бы это был нормальный флик, это был бы гол, но тот 0 быста для Алика, очень сложно задефать, но у него получается. Надо взять хоть что-нибудь, хоть как-нибудь, и да, это гол для Алика. Феноменальная защита, Танго просто не может пробиться через этот доминус. Ну да, Танго немножко заиграл сейчас в атаке, были у него шансы забить и взорвать, и забампать Алика, у него несколько раз был шанс, но вот он почему-то сейчас все промазал, я надеюсь, что сейчас немножечко удача будет больше ему сопутствовать, и дальше он сможет забивать пока что разгромный счет в пользу Алика. Ну разгромно это, грубо говоря, но игра скорее, счет не так проецирует то, что происходит в игре, если честно, потому что у Танго, скажем так, есть шансы, но он просто не может, вот чуть-чуть ему не хватает, Алик в свою очередь берет все, что ему дают. Ему показали пустые ворота, он в них фликнул, ему показали челлендж, он его фликнул, легко. Пока что просто нет проблем для Алика. Мне кажется, для Алика еще Танго довольно удобный соперник, и он как бы его хорошо читает, главное, чтобы Танго сейчас адаптировался под Алика и смог ему показать нечто из ряда вон идущее, чтобы Алик не так хорошо себя чувствовал. Я согласен, Танго очень умный игрок, я наблюдаю за большим количеством его игр, он очень хорошо может адаптироваться, и главное, я думаю, одно из основных преимуществ Танго, это то, что он очень хорошо себя чувствует на низком количестве буста. Ну, конечно, не с нулем, которым он сейчас поехал в атаку, в итоге Алик его просто дамкнул и закатил в пустые ворота, но в 3С, особенно в 3С, я часто наблюдал, как Танго даже с 12 буста успела первым на челлендже, на который, ну, просто невозможно успеть. Вот, так что я думаю, это козырь в его рукаве, но посмотрим, сможет ли Танго взять хоть одну игру, или у нас будет разгром. Так, какой-то интересный удар, даже не удар, а просто тычок такой, ну, точный в угол, Танго это все читает, сейчас в Танго есть мяч-буст, можно делать флик, попытка забампать, не попадает в Алика, кстати, было очень близко, он даже, по-моему, задел, но не в забампе. Вот это, кстати, плюс-доминус, а доминус сложнее забампить, чем Актан, потому что он ниже, и, соответственно, от Айр-дрибул-бамп уворачивается банально легче. Алик просто наворачивает пока что круги вокруг Танго, буст, не успел заспауниться буст, в итоге у Танго 44 буста, но видите, как он медленно отыгрывает эти ситуации, ой-ой-ой, Алик, что он делает? Алик, что же ты творишь? Вот это было, кстати, гениальное IQ, разворот, roll, и он сейчас выигрывает позицию, и выигрывает. Вау. Алик. Просто, я уверен, что Танго вообще не понял, что он сейчас увидел, Алик показал ему Айр-дрибул своего рота, разворот, recovery, 50-50, и гол, просто 5 секунд, и Танго такой, а что я сейчас увидел? И в итоге счет 6-0. Такое ощущение, что у Алика там не геймпад, а просто пианино, на котором он пронажимал все что угодно, и в итоге это получилось, и сработало, Алик, конечно, молодец. По поводу, ты сказал то, что хитбокс такой низкий у Доминус, его трудно бампать, и взрывать мне, такое прям вспомнилось, как будто это какой-то ниндзя, да, просто уворачиваешься от всего. Поэтому, конечно, это такое неплохое преимущество в 1 на 1. Ну да, потому что октан все-таки повыше, и ты можешь еле-еле задеть октан. Я уверен, все зрители, которые слушают и которые играют на фенеках и октанах больше, чем, я не знаю, 100 часов, вы чувствовали вот эти моменты, когда вас еле задевает ваш спойлер или крышу, и вы улетаете на луну. Вот, это, конечно, боль, просто боль, такая же боль, как сейчас произошла у Алика. Танго закатывает ему первый гол, и потихоньку начинает чувствовать себя увереннее, надеюсь, потому что, конечно, в этой игре ему уже ничего не светит, но для следующей игры ему нужна будет мотивация. Да, и мне кажется, Алик сейчас немножко заигрался, когда вот в атаку пошел, у Танго забил в пустые ворота, там больше, конечно, Алик ошибся. Кстати, еще одна возможность, еще раз Алик ошибается. Но если так больше будет ошибаться Алик, здесь у Танго абсолютно все возможности, да и не только на второй карте, да и на первой. Филс, бэк, флип, мэн. Алик просто механическая ошибка, ничего страшного бывает. Палец может соскользнуть, как говорится. Счет 6-2, у нас очередной кик-офф, Танго его, казалось бы, выигрывает, но Алик просто его фейканул. В итоге Алик прессингует, посмотрим, чей мяч у Алика в итоге взрывает Танго, это опен для Алика, и он его отлично реализует, достаточно просто. Да, вот это вот, когда Танго летел, хотел оттачнуть просто мяч, и вот он летит прямо под траекторию Алика, и уже вот так, не знаю, мне было уже обидно то, что сейчас будет минус Танго. И это именно происходит, и вот ты уже понимаешь, что Танго уже проиграл, когда вот фликнулся сюда. Да, это, кстати, один из ключевых моментов в 1С, ребята. Один очень хороший игрок, в скобочках Нермик, рассказал мне очень, скажем так, важную вещь для 1С, это сингл-джампы. То есть, вместо того, чтобы флипаться всегда, зачастую нужно прыгнуть всего один раз, потому что, когда вы прыгаете два раза, вы становитесь уязвимее, и вы не можете быстро сменить направление. И поэтому сингл-джампы, ну то есть, одиночный прыжок, после которого можно сделать и рекавери, и фейк, и масти, который не получился у Алика сейчас, это один из ключевых моментов в 1С, и Танго не успевает. Штанга и сейв. О, немножко удар по морали для Танго, конечно, если бы он забил, ему было бы полегче. О май гад, no way, как же обидно сейчас за Танго, мяч, он уже полностью вроде как пересек черточку, но Алик все равно это засеял. Фу, 2-7, я надеюсь, что Танго сейчас, конечно, получше сыграет, как-то, не знаю, очень часто в 1-1 ты привыкаешь к оппоненту, но Алику, похоже, не нужно привыкать к никому, а вот Танго будет здорово исполнительный. Ну да, Алик играет в свою игру, он просто рассекает на полной скорости, а Танго думает, что ему такое придумали, чтобы справиться с Аликом. И, кстати, заметь, у Танго 2 гола, но 1100 очков. То есть, ты понимаешь, да, насколько близки были его шоты и насколько много он сейвил. Если у вас 1100 ПТС и 2 гола, то ну как бы... Ну да, да, то есть это довольно близко, я с тобой согласен. Одну и скульптуру. 8 сейвов, 8 шотов. Сейчас Танго не нажимает рэди, мне кажется, ему нужно что-то поправить, что-то изменить. Надеюсь, что у него нет технических проблем. И он в полной силе сейчас будет выступать на второй карте этого Беста в 3 противостояния. Последняя у нас серия четверть финала. Танго, Аликандр. Посмотрим, кто же будет у нас четвертым игроком полуфинала играть против моря. Так, Алик выбампал сейчас Танго. Танго поднимает буст, но не забрал мяч, но хотя хорошо здесь сыграл на стеночке. Алик его не переиграл. Танго сейчас играет быстро. Попытка взорвать Алика. Алик просто не двигался, чтобы не быть взорванным. И уже Алик перекидывает оппонента. Мяч в ворота. Нет, Штанга. Танго еще раз не взрывает. У-у-у, какой рекавери от Танго со штанги. Танго-штанга начинается вот эта вот история. Вот это вот, да. Да, отличная рекавери. И в итоге просто Алик врывается на мужчину. Но у него ничего не получается. Танго успевает задевать. Но врыв был от Алика хороший. Он показал Танго то, что я не дам тебе подреблять. Я буду врываться в тебя, потому что я могу. И в итоге флик... Это Штанга? Да, это Штанга. Я не знаю, как Алик не прочитал эту Штангу. Но в итоге он разворачивается и успевает забить. Как же быстро он зарекаверился, развернулся. Ну и Танго, конечно, довольно далеко улетел. Вот, кстати, мне было странно, почему Танго ждал. А потом начал все-таки лететь вот этот вот челлендж. Слишком поздно. И улетел он в Тартарары. Обидно, обидное начало сейчас для Танго. Да, он, мне кажется, не совсем сам понимал, что он делает. В отличие от Алика, который явно понимает, что он делает. Он просто шотает первым касанием. Так, дриблинг для Алика. И в левую часть Танго ничего не может сделать, но бустая. Идеальная реализация вообще от Алика. Как же он нажимает кнопочки. Здесь Танго вроде бы зарекаверился быстро. Но нет у него ни позиции, ни буста, ни движения. Вот и все. Это, конечно, сразу же габельно для него. И Алик легко пользуется ситуацией. 2-0. Так, Алик опять в атаке. Опять с бустом. Опять с мечом. И это R-dribble bump. Что тут сказать? Сказать что-то сложно. Хорошая реализация своих шансов от Алика. У Танго, скажем так, была непростая ситуация. Он попытался отпрыгнуть со стены. Что, в принципе, хорошая идея, когда ты дефаешь R-dribble bump. Но Алик слишком хорош. Просто Алик хорош. Да, не знаю. Алик, видимо, размялся. Надо напомнить, что недавно они играли против друг друга. Это была, правда, Best of 1. Танго Алик. И там Танго выиграл. Не сказать, что очень уверенно. Такой плотной борьбе выиграл там Танго. Но здесь я просто не вижу Танго. Сейчас миссает буст Танго. Вынужден вернуться. Успевает за мечом. Хотя Алик ему отдал. Но все-таки там был R-foturic. И Алик, во-первых, поменьше мотивации, я уверен, был у обоих игроков. Во-вторых, они играли так на веселье скорее. А тут уже такая плотная борьба. Все сидят с подмышек водопады. Алик сбивает хороший роушот, между прочим. И счет становится 4-0. Да, из-под мышек водопады. Там друзья, менеджеры просто вытирают с пота. С пота? С пола пот. И вот пока что не получается у Танго ничего. Но нужно ему подразмять плечи. И тогда он будет стащить. Пока что Алик разминает, сами знаете, что у Танго. И выходит у него достаточно неплохо. Он сделал вейф-дэш, а его крыша, но все равно. Да есть! Едис Танго первый. Танго делать первый взрыв. Ну, вы просто посмотрите. Алик сделал вейф-дэш, а крышу Танго. Если бы он, ну, еще чуть-чуть бы вперед проехал, то он бы успел задефать и не взорваться. Но Танго хорошо заснайпил его. А мне кажется, там Танго и в первый момент он его подтолкнул. То есть он его сначала пнул как мяч, а потом добил. Поэтому Алик не было шансов. За всю боль. Так, это должен быть гол. А он сливает. Не успевает. Нет, нет, нет. Ух. Хорошая реализация. Угу. Хорошая Танго. Что полетел на это? В плане, это было не так легко. Тут можно было спокойно засейвить этот мяч и поймать контратаку. Но Танго не побоялся и на опыте закатил счет 2-4. Да, отлично. Отлично. Танго реализует. Можно еще, кстати, реализовать спокойно. Да. 3-4. Ну что ж, уже минимальное преимущество. Вот он Танго. И это довольно интересно. Согласен. Счет становится ближе. Оу. Алик. Я не уверен, зачем ему нужен был этот буст. Поэтому то, что он не попал по нему, в принципе, не важно. И очередной кик-офф. Посмотрим, что Алик придумает. Потому что он проигрывает кик-офф и он проигрывает еще один. Что он выберет? Убирает по дефу танка. Ну зачем вверх-то? Хотя это работает. Это работает 4-4. Зачем вверх-флик? Потому что защитнику намного тяжелее читать отскоки от бэкборда, чем атакующему. Как ты видишь, Алик просто потерялся под мячом. И это нормально. Сколько бы у вас не было часов, читать такие отскоки неимоверно тяжело. Потому что вы находитесь в статичном состоянии под мячом. А он над вашей головой отскакивает от стены. Ну это просто, скажем так. Я согласен абсолютно. Хотя я вот вспоминаю игру Мори. И там была такая ситуация, когда Алоуни кидал так же вверх. И там Мори сразу же полетел. И торнадо развернулся, спокойно задефал. То есть вот в принципе это можно сейвить. Но да, это все равно неудобно. И выиграешь позицию для себя. Я согласен. Если ты дефаешь такие шоты первым касанием, то ты сразу, вот как только тебя фликают, ты прыгаешь вместе с ним. И таким образом при джампе как-то дефаешь этот шот. Но как только ты оказался в такой ситуации, в которой оказался Алик только что, то у тебя очень мало шансов. Алик, отличный шот! Вау! Вот эти вот удары на доминосе просто. Бум-бадабим-бум, разрыв. 107 километров 6. Хотя казалось бы еще сильнее. Но там у Танго он даже не близко был. Да, Танго так медленно как-то, знаете, пешочком прогуливался до буста. В свою очередь Алик посмотрел на это и решил, что ну как бы пора наказывать за такое. И выдал ему 107 под перекладину. Повершот с доминоса. Так, Алик в атаке. Еще быстрый флик. Не успевает флик. Танго теперь должен реализовывать. И успевает Алик. Алик вообще везде успевает. Танго нужно ротироваться. Надеюсь, что его не взорвут сейчас. Он пытается уворачиваться сразу же. Алик. О, нет. Танго поторопился. Чувствуется, что Алик прессингует Танго. Видите, Танго его не видит. Но он подозревает, что Алик где-то у него под ногами. И он поторопился и из-за этого отдал мяч. Тут уже нервишки, нервишки. 6-4. Ну, есть, есть еще все шансы. Танго как минимум уже что-то за камбэч. 4-4 было. Сейчас такое двойное преимущество по голам у Алика. Но очень много времени. Алик фликует. Не очень удачно. Дальше Танго должен сейвить. И плохо сейвит. Нужно это локоть. Танго на месте. Танго с мячом. 30 буста. В принципе, сейфовая позиция. Алик честит. Я думаю, он будет разворачивать этот мяч. Он пытается сделать пинч. Летит. Нет, не летит. Слишком слабо и не у ворота. Но хорошая попытка. Стоит отметить. Танго на развороте. Атака. С бустом. Алик. Быстрый челлендж. Слишком медленно Танго. Вот это все делал. Можно было уже там фликать. Но Алик спокойно подъехал из-за дефол. И Алик теперь с мячом. Есть буст. Кидает под себя. Там где-то Танго. Вообще непонятно. Где-то за ним едет. Алик. Можно это зашивать через даблтач или просто бампить? Бампить. Ну и сам засейвил. Да, неудачно получилось. Танго выбрал хорошую позицию. У Алика не было скорости особо. Но вот здесь вот скорость ему не нужна, чтобы реализовать этот шот. Это просто великолепные развороты от Алика. Вы видели? Он на секунду взглянул, где Танго. Ему хватило секунды, чтобы понять, что у него опен. Просто мгновенная реакция. Алик показывает вообще скорость гепарда. И самое главное, опять удар на 105 км в час. С острейшего угла. Там, даже если ты гений на Танго, там невозможно сейвить. Ну, за счет 8-4 еще один забивает Алик. Но здесь, конечно, Танго как-то нерасторопно подействовал с этим мячом. И дальше не догнал его. Ну, хорошая реализация фейк-кикова от Алика. Просто показывает, как нужно это делать. Не оставляет Танго никакого шанса. Танго, скажем так, очень расторопно отдал мяч Алику. Здесь диков. В итоге вот опять, видите, он отдает Алику и мяч, и буст. Он просто говорит, на, играй, я буду реагировать на твои действия. И Алик с удовольствием берет мяч. Он такой, да, спасибо, сейчас я сыграю. Оп, 50-50. В итоге соточка. У Танго что? У Танго 43 бюста. Хорошее сохранение бюста. Все, у Алика буст, мяч. Танго опять нужно ретироваться. Алик, ресет. Еще один попытка. Не получается. Дальше просто. Это какое-то первое правило 1.2, когда сзади. Но это ладно. Свои ворота. Ну что ж, поздравим, поздравим Алика. Он выигрывает это противостояние. С счетом 2-0. Первая карта была, ну не знаю, в салат. Ну вторая тут Танго показал, что он все-таки может. Не хватило, да. Алик, да, Алик, конечно, готов был, готов был ко всему и выигрывает своего оппонента. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!